В общем, я готовлю чизкейк, или вот такой называется ленивый чизкейк, я увидел этот рецепт в фейсбуке, и там всего три ингредиента, я хочу попробовать, у нас, значит, нам надо, вообще, там в рецепте указано 120 грамм шоколада белого, 120 грамм маскарпоне, 3 яйца, все, у нас получается 180 грамм белого шоколада, и мы 180 грамм маскарпоне, белый шоколад у нас вот такой мы с кокосовыми стружками купили в Ашане, короче, вот так его чмяк-чмяк-чмяк-чмяк надо было гудеть, вот, разбиваем туда шоколад, быстро на водной бане он растает, и мы добавим туда маскарпоне, у нас на паровой бане 180 грамм белого шоколада, нам надо его, чтобы он растаял, и 180 грамм вот такой маскарпоне мы взяли, обалденный вкус, это итальянский маскарпоне мы попробовали, ну, нам тут 240, сколько грамм, 250, а нам надо, ну, 200 грамм примерно, так, тем временем, нам надо отделить желтки от дырков яйцо яйцо разбилось, яйца мытье покатилось мытье, размыло сметое яйцо куда его цепану о господи так, у нас на паровой бане растворился шоколад, его нельзя перегревать, потому что у нас так, не обычный, а с кокосовой стружкой, такие вот эти самые, мы туда добавляем теперь маскарпоне вот так, раз, два, ну, примерно это 200 грамм, нам надо 180-190 грамм и размешиваем все это пока в сторону размешиваем маскарпоне три ингредиента, на самом деле я удивился, что такое, ни муки, ни сахара, ничего не надо так, теперь, сюда бухаем желток сколько желток? 5 яиц 5? да размешиваем так, мы выливаем это сюда это же усталк и взбиваем 5 белков наших не наших а как лимон? ой, острый ха-ха-ха-ха и колотим лисенько-белок до устойчивых пиков так, мы подготовили формочку такую на дно устелили по кругу вырезали, перевернули пергамент и по бокам вот так поставили, чтобы было с запасом и сюда сейчас мы выливаем содержимое ну, для начала нам надо смешать наши взбитые белки с вот этой массой с маскарпоне, с шоколадом и с желтками и мы все это просто вымешиваем очень-очень нежно больше сюда ничего не идет яйца, шоколад и маскарпоне без муки без сахара, без всего это я когда-то китайка сделала в интернете увидел, китайка сделала я думаю, надо попробовать ну, что-то мне кажется, что получится ну, посмотрим и нежным, конечно, надо не белки, чтобы они не упали вот так вот перемешать нежно, как будто снизу вверх поднимая, как будто бы смотрим, что это будет за ленивый чизкейк может, конечно, можно формочку поуже у кого есть выпекается при температуре 175 градусов 15 минут и при температуре 160 градусов еще 15 минут смотри, что получилось ну, если ты судишь по рецепту, должно получиться все, выливаю я выливаю прямо так вот все, все вылито можно силиконовые лопатки но и на выброс то есть Вика выбросила силиконовую лопатку не поднялась, зачем она надо так взяла и вниз все, готово получилась вот такая красота вот, гляньте толщина его где-то половина противня даже, может, третья часть и ставим в духовку на 175 градусов вот собака давай обрезать больше и все, мы вот эту красоту отправляем в духовку на 15 минут 175 и на еще 15 минут 165 пока 175 градусов все, будем надеяться, что получится потому что маскарпоне но это не дорогой маскарпоне это еще нормальный потому что он дорогой все равно не, ну более-менее, он остался можно же убрать а вкусный попробуем вот вкусный ты как на базаре покупаешь надо тебе тоже ляпнуть на руку как вкусняшка вкусный, да, заразный? это не просто сметану это не сметана классно, да? ой, так просто довольно-менее ой, абсолютно вкусно а сколько минут? 15, да? 15 минут 175-ки Видите, это китайка, у неё там полтора миллиона просмотров, я надеюсь, что у меня тоже будет. Завтра, кстати, я в Полтаву, но это уже не вы доведете, я в Полтаве на спектакль летучая мышь. Буду ночью тарахтить, два часа ночи поезд, в шесть утра приезжаю в Полтаву и в шесть вечера только спектакль. Ты сразу в Полтаву идешь или в Днепр? А что же там делать, Иван? Будут иняться по Полтаве, как дурачок. Ты просто нанесли каким-то пытающим? Нет, нет. Смотрите меня кто-то с Полтавы, ну что за чертишок. Так, теперь нам надо уменьшить температуру на десять градусов. Получается сто семьдесят пять, сто шестьдесят пять градусов. А вот Даня, спектакль летучей сосыт. Это вот мама, Инна. Она папа. Она папа. Вы что думали? Папа у него есть очень хороший. Папа у него сейчас уехал. Футболист. Да, так что. А где твий? Ницин там, отдыхающийся. Ага. Хороший нож, хороший отец, врач, музыкант. Гинеколог. Как вы казалось, что... Это кто говорил, что папа идет делать детей, а потом... Я говорила. Когда была маленькая, я сказала, что папа идет, он за дом ездил, на работу. Я сказала, что он едет, и там дети появляются. Я не понимаю, как они появляются, но а что они там появляются. Меня спрашивают, когда папа поехал на работу. Что он делает на работе? Детей. Он сначала их делает, а потом продает. А почему продает? А почему продает? Потому что... Ну, часто мне написал конфеты. Год, это мне ребенок отдал. Да, и он когда там конфеты, там такое все. И он сказал, что это платит, конфетами там, конечно. Ахаха, делая детей, а потом продает. Ахахаха. А дети смеялись много лет. А тут у нас торт, чизкейк делается. Ну, ты его не побачишь, за фольгой. Впервые ложим кусок чизкейка, а сверху, наверное, спагетти, да? И соусом. Или как? Чизкейк и сверху спагетти? Ну, а что, мы же так и для этого делаем. Это ж не сладкий чизкейк. Это не сладкий? Нет. Да я шучу. Ахаха. Ну, вы да это. С шоколадом. Я их как надолел кашульку. Нет, и вот сейчас тебя садим. Хахахаха. А вы веек. Я, конечно, доверяю. Я не верю. Вы веек? Да он Данька сразу раскусил. А, там шоколад у нас есть. Как не сладкий. Ну да, белый шоколад. Макароны в шоколаде. А что, кстати, делают такой шоколадным соусом? Да? Да. Когда мы на море были... Кириллом. Да. И там, там, в шоу был такой, значит, ведущий вызывает меня мастер-шеф. Ведущий мастер-шеф. Это давно было? Это было год назад. Нет? Нет, там прошлое. Ааа. И вот команда по мне дали команду. Там еще какие-то две команды были. И вот винегрет. Простейший винегрет готовит. И я так говорю, ведущий, что надо в первую очередь резать? Буряк, картошка и огурец. А что, имеет значение? Да. Да. И я, мне так стыдно была, я говорю, что огурец. Картошку? Да. Да. А надо что? А надо буряк и смазывать его подсолнечным маслом. Чтоб цвет. Ааа. Теперь тебе скажут, что еще винегрет делать. Только яйца. Так а что, если винегрет маслом и что, тогда картошка, думаете, не закрасится? Тогда не закрасится. Когда даже в масле будет. Это мне с трудом верится, если честно. Надо проверить. Не, а потом все равно выиграют. Потом выиграют? Другие вопросы будут делать. Получить декоры красивые делать. Это все. Вот наша вера на этот вопрос мне, который дали. Мне было... Стыдно. Хочу сказать, что я никогда не использовала канал Самвелла в личных целях. Наоборот. Даже когда вы хотите включать камеру, я говорю, что не надо. Лучше не надо снимать. Но первый раз хочу его использоваться. Можно? Конечно. Пользуйся. Пользуйся. Возможностью. Моим каналом. Хочу сказать, что я хочу передать привет через твой канал. Валерия Диялти. Я ее очень люблю. Людочку. Я ее просто обожаю. Спасибо. Я без нее не проснусь и не засну, честно. Я ложусь, смотрю и просыпаюсь, смотрю. Вот это два любимых канала. Поэтому Людмилке сейчас такая, если она будет смотреть, я буду очень рада. И Людмилке, и Ларинке. И Маринке. И Маринке family. Да. Спасибо. Романа. Мы сегодня смотрели видео. Да. Мы с тобой вместе смотрим. А, я смотрю. Ой, мини-привет Люда. Ой, так приятно. Мы с тобой вместе смотрим. А вы тоже смотрите, да? Да. Я тоже смотрю. Я хочу добавить несколько слов. Действительно, я редко смотрю. Но она постоянно вызывает какое-то, когда бывает, настроение позитивное. Чувствую. Человечка, она и коммуникабельная, и позитивная, и эрудиция. Мне нравится. Вот она рассуждает очень правильно. Она очень правильно крицессовет. Она когда… И многие такие темы, которые даже вот она чувствуется, что в глубине она разбирается и знает эти все. Но этим не доставляет это надо. Она так не изначально, но показывает, что в ней и эрудиция, и знания, и… Ну, кроме всего, обаяние, позитивные, милые, очень приятные женщины. Так что тоже я люблю. Привет. Спасибо большое. Вообще, я считаю, что блогеры – молодцы. Они дарят щечечку своей жизни. Не все. Я тоже присоединяюсь ко всему сказанному. Я сегодня вот тоже в Киеве. И открыл… Я везде смотрю. Серьезно. Где есть Wi-Fi? Если я приеду, я смотрю в Флориду Ялту. Всегда проверяю, да. Поэтому я прихожу и говорю, Инна, глянь про меня. И Флорида про меня сказала. Привет тебе, Люда Огромный. Все, выключаем. Чизкейк наш готов. Так, для этого нам надо выключить духовку. И мы вот так оставим. Закрытым? Да, открытым. Вот пусть оно… Вот так. Ну, открытое тут будет. Жарко? Ну давай так. Все. Хаю так открыто, отдыхаю. Там чизкейк. И потом его достанем, покажем, что оно внутри и как оно на вкус. Вот получился вот такая у нас штучка. Такой чизкейк. И вот он немножко остынет. Потом мы разрежем и попробуем на вкус. Я честно не знаю. Я сомневаюсь, что оно… Но я не знаю. А что ж сомневаться? Мы все правильно сделали. Он красивый. Можно разрезать. Хотите? Да. Или потом. В общем, чизкейк наш готов. Не знаю, что оно получилось. Что-то винт, конечно, упал. Такой дохлый. Ну, надо, наверное, было формочку брать поменьше. Да. Ну, очень что-то мягкое. Так. Так. Ну, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Так. Мне вот это хватит. Он уже так мордан и влаза опять в штаны, приехав в гости. Ой, так еще вкусно. Еще кокосами пахнет. Угу. Так. Ну, давай-то пробуйте. Ну, пробуйте. Ну, пробуйте. Так. Пробуйте, берите, скажите. Что ж, омлет? Омлет с кокосом? Ммм. 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 Спасибо. Боже, воздушно. Ничего себе. И оно такое не как тесто, да? Вот именно творожное. Ммм. 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 Очень вкусно. Этот кокос даже придал какую-то кокосу. Обалдень. Боже. Просто очень нежно. Действительно. Обалденно. Рекомендую. А ты пробуешь, я говорю? Ммм. Видите, молчит. Ммм. Вкусно. Не, правда вкусно, но он какой-то мелкий получился. А белый шоколад с кокосовой стружкой, он еще более пикантный, да, вообще получается? Ну, вот он мелкий. А может просто надо в диаметре меньше, да? Да, это сильно, конечно. Угу. Ну, в два раза меньше, но тоже оно по цене дороговато получается, да, если делать такой. Маскарпоне. То есть шоколад по 20 гривен плитка, вот это 40 и 80, и яйца. Ну, 40, по-моему, да? Я не помню маскарпоне. Ну, просто что, некоторые говорят, то есть, за такую цену лучше купить. Чистее. Ну, это свое, да, вот такое сделать. Мне нравится. Удивительно, что три ингредиента всего. Что нет ничего. Да. Одно пирон обустует уже 70 и 80 гривен. То есть один кусочек такой порции. Ммм. Вкусно, да? И яйца мне не сильно. Я думал, что буду якомлить. Ну, нет. Вообще. Какой такой вкус? Ну, искушение. Ну, творожный. Это что? Творог, шоколад. Просто шоколад. Ну, яйца не чувствую вообще. Яйца, ну, как бы, где-то представляющее. Главное, что интересно, не надо даже мука, не сахар, ничего. Вкусно. 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 Советую. Пробуйте, люди. Пробуйте. И побила. Панночка. Стекло. Так, а я полы бахну. Стой на поезд. И тюна ваш путю. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...